Всем привет! Доброе утро! Вы на канале Skyward. С вами я, Вадим. И давайте я буду вас знакомить с дальнейшими страницами романа Роберт Гелбретт «Бегущая могила» романа «Детектива». Итак, на сегодня мы начнем с 80-й главы этой книги. Роберт Гелбретт «Бегущая могила» глава 80. Внешние условия препятствуют продвижению вперед, подобно тому, как потеря спиц колеса останавливает продвижение по ВГЦИ «Дзин» или книга «Перемен». Шах отбыл Норфолк в полдень в четверг, захватив с собой письмо от Страйка, в котором Робин предписывалась оставаться рядом с пластиковым камнем после прочтения, потому что Шах будет ждать поближе с выключенными фарами своей машины и кусачками на готове, чтобы обеспечить безопасный проход через колючую проволоку. В тот вечер Страйка отправился ужинать к Люси, чувствуя себя на удивление бодрым, учитывая, что на следующий день ему предстояло встать в 6 утра, чтобы ехать в Голос-Таршир, и предстоящий вечер его радовал. Не радовал. Хотя Тед был рад видеть своего племянника, Страйку сразу стало ясно, что состояние его дядю ухудшило даже за те несколько недель, что он его не видел. Появилась какая-то неясность, чувство разобщенности, которого раньше не было. Тед улыбался и кивал, но Страйк не был уверен, что он следит за ходом разговора. Дядя с недоумением наблюдал за тремя сыновьями Люси, суетящимися на кухне и выходящим из нее, и обращался к ним с формальной вежливостью, которая говорила о том, что он не уверен, кто они такие. Попытки Страйка и Люси выпытать у Теда, где и как он хочет жить, ни к чему не привели, поскольку Тед был склонен соглашаться с любым предложением, даже если бы оно было противоречивым. То он соглашался с тем, что хочет остаться в Корнуолле, то с тем, что лучше бы переехать в Лондон, то с тем, что ему нужно больше помощи, то, внезапно вспомнив прежнего Теда, спонтанно заявлял, что он прекрасно справляется и никто не должен о нем беспокоиться. В течение всего ужина Страйк чувствовал напряжение между сестрой и зятями, конечно, когда Тед устроился в гостиной перед телевизором с чашкой кофе без кофеина, состоялся неловкий разговор втроем. В ходе которого Грек высказал свое чувство обиды. «Она хочет, чтобы он жил с нами», — сказал он Страйку, нахмурившись. «Я сказала, что если мы продадим дом в Корнуолле, то сможем построить к дому пристройку», — сказал Люси своим братом. «И потерять половину сада», — сказал Грек. «Я не хочу, чтобы он попал в дом престарелых со слезами на глазах», — сказала Люси. «Джоанн была бы против, сама мысль о том, что он может оказаться в доме престарелых». «Ты что, собираешься бросить работу?» — спросил Грек у своей жены. «Потому что если ему станет хуже, он будет работать на полный рабочий день». «Я думаю», — сказал Страйк, — «нам нужно провести полное медицинское обследование, прежде чем что-то решать». «Это просто откладывая дело на потом», — сказал Грек, чье раздражение, несомненно, объяснялось тем, что Страйк вряд ли будет испытывать дискомфорт от каких-либо изменений в условиях жизни Теда. «Есть разные места», — сказал Страйк Люси, не обращая внимания на Грека. «Если мы устроили его в какое-нибудь приличное место в Лондоне, мы могли бы обеспечить ему регулярные встречи, брать его с собой на прогулки». «Тогда Люси будет бегать за ним, как будто он живет здесь», — сказал Грек, явно намекая на то, что Страйк вообще не будет бегать. «Он хочет остаться в Корнуле», — он так и сказал. «Он сам не знает, что хочет», — пронзительно сказала Люси. «То, что случилось во вторник, было предупреждением. Ему больше небезопасно жить одному, с ним могло случиться что угодно. Что, если бы он попытался уплыть на своей лодке?» «Именно это меня и беспокоило», — признался Страйк. «Так продайте лодку, — сердето сказал Грек». Разговор закончился, как и предполагал Страйк, без принятия какого-либо решения, кроме того, что Теда нужно показать специалисту в Лондоне. Поскольку Тед был измотан неожиданной поездкой в Лондон, он лег в девять, а Страйк вскоре после этого уехал, надеясь максимально выспаться, прежде чем встать и поехать в Торнбери. Он решил не предупреждать Шерри или Керри, как она теперь называлась, о своем приезде, поскольку у нее была хорошо отработанная схема бегства и перевоплощения. У него было ощущение, что если он позвонит ей вначале, то она убедится, что ее не будет на месте. Страйк сомневался, что женщине, выкладывающей на Фейсбук бесконечные фотографии семейных выездов Лонглид и Полтон-Парк для участия в школьных распродажных выпечке и маскарадных костюмах, которая нашила своим маленьким дочкам, понравится напоминание о ее неблаговидном прошлом. Страйк ехал по автостраде уже два часа, когда ему позвонила Таша Майо и спросила, почему Митч больше не присматривает за ней, и попросила переключить Митч на ее дело. Слово сочетание «присматривать» никак не рассея слабое подозрение Страйка, что Митч слишком сдружилась с актрисой, и ему не очень понравилось, что и клиент диктует ему, как персонал, какой персонал они хотят закрепить за собой. «Просто для меня более естественно, когда меня видят за другой женщиной», — сказала ему Майо. «Если бы то, что представляло мое агентство, было частной охраной, и мы хотели охранять это в тайне, я бы согласился», — сказал Страйк. «Но не должно быть никаких совместных прогулок, учитывая, что то, что мы предоставляем, — это наблюдение». К своему ужасу он понял, что Таша плачет. У него сжалось сердце, похоже, в последнее время ему приходилось иметь дело с бесконечной вереницей плачущих людей. «Послушайте, — всхлипывала она, — я не могу позволить себе и частную охрану, она мне нравится, с ней я чувствую себя в безопасности, и я бы предпочла, чтобы рядом был кто-то, с кем я могла бы посмеяться». «Хорошо, хорошо», — сказал Страйк, — «я верну Мич на работу». Хотя Страйку и не нравилось то, что он читал миссионерской жутью, он не мог притвориться, что со стороны Майо было неразумно хотеть телохранителя. «Берегите себя!» — неубидительно закончил «но», и Таша отключилась. «Связавшись, замерзший Мич и сообщив ей новости, Страйк продолжил движение. Через двадцать минут позвонил Шах. «Ты ее нашел?» — спросил Страйк, улыбаясь в предвкушении слышать голос Орбин. «Нет», — сказал Шах, — «она не появилась, а камень исчез». Второй раз за две недели Страйк почувствовал себя так, словно по его кишкам проскользнул сухой лед. Черт! Что? Пластиковый камень исчез. Никаких следов. Черт! Оставайся там. Я на М4. Я буду так скоро, как только смогу. Что ж, дорогие, вот такая короткая восьмидесятая глава романа Роберт Гелбретт «Бегущая могила». На этом я заканчиваю, но прощаюсь с вами совершенно на очень короткий промежуток времени. Буду скоро. Ждите. С вами был я, Вадим, и вы были на канале SkyWord. Всем пока!